То есть вы верите, что мужчины могут жениться на женщинах из других религий, а женщины не могут выходить замуж за мужчин из других религий? Да-да, мы мусульмане не верим в равенство, мы верим в справедливость. Справедливость и равенство – это разные вещи. Это значит, если два человека разные, хорошо, ты не можешь относиться к ним одинаково. Я приведу тебе пример. Допустим, у тебя пятеро детей, а у меня трое. Хорошо? Если тебе дадут 200 фунтов, и мне дадут 200 фунтов – это равенство. Но это несправедливость. Это несправедливо. Поскольку у тебя больше детей, у тебя больше финансового бремени. Поэтому тебе нужно дать больше денег. Да. Так что из-за того, что мужчины и женщины не одинаковы, они физиологические и психически разные. Поэтому в Коране есть заповеди конкретно в отношении мужчин, и есть отличающиеся заповеди конкретно в отношении женщин. Например, в исламе мужчина должен обеспечивать женщину. У него нет выбора. Если ты женишься, ты должен обеспечить её одеждой, ты должен обеспечить её пропитанием, едой и местным проживанием. Ей не нужно ничего платить, даже если она самая богатая женщина в мире. Я понимаю это, но я спрашиваю, как это связано с религией? С той стороны, что мужчине не обязательно жениться на той, кто принадлежит его религии. А женщина обязана. А, нет-нет, я приду... Да, я приду к религии. Да. Я просто устанавливаю как бы фундаментальный стандарт. Хорошо? Потому что это поможет тебе в целом понять ислам. Есть два пола, и они не одинаковые. Смотри, вместо того, чтобы отвечать на вопросы по одному, я даю тебе правило. Хорошо? Это правило заключается в том, что мы не одинаковы. Поэтому мы не должны ожидать, что только потому что мужчине что-то разрешено, женщина также может это делать. Или потому что женщине что-то разрешено, мужчине тоже разрешено это делать. Хорошо? Ты поняла этот основополагающий принцип? Теперь перейдем к бракам. В исламе мужчине дозволено жениться только на двух типах женщин, которые не являются мусульманками. То есть на христианках или иудейках, а не на любой женщине. Так что если женщина атеистка, ему не дозволено жениться на ней. Или если она многобожница, ему не дозволено жениться на ней. Теперь, относительно христианок и иудеек, также есть условия, о которых многие люди не знают. Во-первых, например, она должна верить в свою книгу. 90% людей, родивших шеф Британии, они даже не верят в Иисуса. Они даже не верят в Библию. Они говорят, что они христианки, и что их христили в детстве. Но они не верят в книгу. И второе, помимо веры в книгу, и второе, помимо веры в книгу, она также должна быть целомудренной. Что значит быть целомудренной? То есть она должна быть девственницей. Она не должна спать со всеми подряд. А женщины сегодня, каждый день они находятся с разными мужчинами, верно? Так что подобные женщины не дозволены для мужчин-мусульман. Таковы условия, хорошо? Так что женщина должна быть целомудренной, и она должна верить в свою книгу. И теперь ты спрашиваешь, хорошо, может ли мусульманка выйти замуж за христианина или иудея, который верит в свою книгу, и он целомудренный? Мы скажем нет. Причина в том, что голова семьи – мужчина. Голова семьи – мужчина. И результатом этого является то, что дети будут следовать. Это один пример. Дети будут следовать религии отца. Вот что я имею в виду. Да. В том смысле, что мужчина должен быть главой семьи, это означает, что женщины не могут принимать решения. Какое решение? Решение о том, какой религии ты следуешь. Или следуют дети. О, нет. Но ты предполагаешь здесь? Нет, я спрашиваю. Да-да. Потому что ты говорил о… Но они будут следовать отцу. Нет, это большая вероятность. Это не обязательно означает, что в каждом отдельном сценарии это происходит. Вот почему есть это правило. Нет-нет, мы не говорим, что это правило существует по этой причине. Мы говорим, что правило существует, потому что так повелел Аллах. И одна из мудрости, которую мы можем видеть, а которую упоминают некоторые ученые, заключается в этом. Но не только это. Это также… Я приведу тебе пример. В исламе мы посетимся. Пост в Рамадан, верно? Пост – это не только воздержание от еды и питья. Пост – это также воздержание от половой близости. Теперь ты не будешь ожидать, что мужчина, который не является мусульманином, будет жать жену-мусульманку в течение месяца, только потому, что в ее религии нужно поститься. Хорошо? Ну, я знаю, потому что, когда я постилась, допустим, я мусульманка. Но мужчина не подобен женщине. Да. И желания, которые есть у мужчин, не такие, как у женщин. Я знаю, но это все равно, что сказать, что мужчине нормально заниматься половой близостью, потому что он мужчина. Но это факт. У мужчин больше сексуального вовлечения, чем у женщин. С научной точки зрения. Да, но есть мужчины, которые все еще постятся. Нет-нет, но они делают это по религиозным причинам. Я же разбираю гипотетический пример про того, кто не мусульманин, и он женат на женщине, которая мусульманка. Он говорит, «Это моя жена. Я хочу сегодня заняться половой близостью со своей женой. Или ты ожидаешь, что я буду ждать свою жену целый месяц по какой-то причине?» Я считаю, что мой муж должен иметь ко мне такое же уважение, как он уважает Бога. Но это твое субъективное убеждение. Понимаешь, что я пытаюсь сказать? Я говорю в реальности, хорошо? Я понял, что он имеет в виду. Нет, я также поняла, что он сказал. Я говорю в реальности, хорошо? Ты говоришь мне, что ты желаешь или ожидаешь или хочешь, чтобы твой партнер уважал твои взгляды, верно? Это то, что ты говоришь. Да. Я не спорю с этим. Но я говорю в реальности, в большинстве случаев, мужчина будет слушать или он будет вести себя в соответствии со своими желаниями. Верно? Аллах не устанавливает правила, основанные на исключениях. Верно? Мы смотрим на большинство. Какие убеждения у большинства людей? Находится ли большинство женщин под влиянием своих мужчин? Да, они находятся. Следует ли большинство детей религии своего отца? Да. Навязывают ли отцы свои взгляды своим детям? Конечно. Он ведь отец, это его дети. Если ты посмотришь на мой дом, в моем доме, моя мама была очень строгой. У них как бы было всё наоборот. Знаешь почему? Мой отец обеспечивал нас, и он всё ещё обеспечивает. Мой отец христианин. Он как бы несёт ответственность за всё, как это делает мужчина. За исключением моей мамы, которая принимает решения. Он всегда принимает её сторону. Ладно. Так что если она скажет моей сестре что-то вроде «не делай того» или «не делай этого», он просто встаёт на её сторону и соглашается с ней. И говорит, «Да, ты права, она должна». Позволь мне задать тебе забавный вопрос. Я хочу задать интересный вопрос. Ты бы предпочитла, чтобы твой мужчина принимал решение и руководил? Или ты предпочитаешь руководить сама? Это вопрос к тебе. Я бы предпочитла принимать решение вместе. Нет, это невозможно. Причина в том, что когда между двумя людьми происходит конфликт, должен быть тот, кто принимает окончательные решения. Это базовая логика, а не так ли? У тебя не может быть два человека, принимающих решения. Нужно идти на компромисс. Но кто идёт на компромисс? В случае твоей семьи на компромисс шёл отец. Что делает мать, женщину, на руководящей позиции, правильно? Нет, смотри, предположим, что ты хочешь, чтобы твой ребёнок был свидетелем Еговы. Нет, это просто факт, ты понимаешь? Нет, послушай, если он хочет, чтобы его сын был свидетелем Еговы... Хорошо. А я не хочу этого... Хорошо. ...то мы предоставим это ребёнку, когда ему исполнится 18. Это компромисс. Хорошо, но это неправильно. Могу я сказать тебе, почему? Потому что ты позволяешь ребёнку... Самые важные годы для ребёнка это годы его взросления, в которых тебе нужно воспитать его и нужно привить ребёнку правильные ценности, потому что ребёнок вырастет на них и будет продолжать следовать им в будущем. Если же ты... Но я не говорил, что он не может научить его. Нет, нет. Я говорю, если ты не привишь ребёнку правильные ценности, это сделает общество или кто-то другой. Но если ты говоришь, что ему разрешено учить его быть свидетелем Еговы, то он уже учит его религии. Тогда что? Да, но он не хочет, ты понимаешь? В любом случае, я считаю, что всегда можно прийти к компромиссу. Я люблю компромиссы. Нет, нет. Хорошо. Нет, это не так. Я буду с тобой честен. И я не имею в виду это в оскорбительном смысле. Но многие женщины что они делают? Они основывают свой личный опыт и обобщают его на весь мир. Но у меня нет такого опыта. Нет, нет. Случай твоей семьи – это личный опыт. Это личный исключительный сценарий, верно? В христианстве или в исламе или в целом мужчина является главой семьи. В целом женщины предпочитают, чтобы мужчина был на руководящей должности. Кстати, ты молода. Так что это причина, по которой ты говоришь то, что говоришь. Потому что на Западе есть нечто называемое феминизмом. О, нет. Мне нравится, чтобы мужчина был как бы… Но я задал тебе этот вопрос недавно. Ты сказала, что ты хочешь равенства 50 на 50. Какой из них? Нет, я думаю, мне не нравится, чтобы он был лидером. Хорошо. Так что ты хочешь свою собственную выгоду. Это и есть феминизм. Феминизм – это женская привилегия. Что я имею в виду под этим? Ты получаешь привилегию то, что он обеспечивает тебя. Он как бы несет ответственность за обеспечение и защиту, но не имеет полномочий принимать решения. Если я несу ответственность за обеспечение, у меня должно быть право принимать решения. На самом деле, я не согласна с этим. Я думаю, нам просто придется согласиться, а не соглашаться. Но скажи мне, почему ты не согласна? В чем причина этого? Если у меня есть ответственность, разве я не должен также иметь полномочия? То есть у мужчины должна быть власть над детьми, которых я родила? Нет-нет, помимо детей. До детей. Я говорю, что когда вы женаты вместе, он обеспечивает тебя верно. То есть он имеет право сказать мне, что... Нет-нет, я говорю, я задаю тебе вопрос. Что означает полномочия? Это означает, что последнее слово остаётся за ним. Поскольку он несёт ответственность за обеспечение и защиту и так далее, он должен иметь окончательное решение, которое он может принимать в домашнем хозяйстве. Потому что это право может быть только у одного человека. Если у него есть ответственность, бремя обеспечения и также защиты, он защищает тебя, ты согласна? Можешь привести пример решения, которое не касается детей? Например, скажем, вы хотите купить дом. Или хотите переехать в другую страну. Любое из этих решений верно? Вы хотите решить сменить место жительства. Вы хотите посетить конкретного человека или нет. Просто обычные решения, верно? Если бы ты хотел переехать в Испанию, ты бы сделал это, если бы я не хотела. Да. Что? Подожди, то есть мы вместе... Я говорю, если нам обоим придётся куда-то переехать, и я не хотела бы ехать в Испанию. Если мы захотим переехать, и ты не хочешь, то я не буду переезжать. Но всё равно это он принимает решение не переезжать. Но это я, которая решила настоять на своём. Нет-нет, ты смотришь... Вот в чём проблема с феминизмом. Есть конфликт, верно? Он побуждает конфликт, что ты против него. Так не работает брак или отношения в целом. Я имею в виду, что мы не боремся против друг друга за принятие решения. Я не могу говорить о вашей личной ситуации. Я просто... Я просто говорю, что... Я пытаюсь объяснить в общем. Когда мы говорим, что мужчина принимает окончательные решения, это не значит, что он вообще не разговаривает с женщиной. И это не значит, что он выбирает то, что ей не нравится. Да, но женщина в равной степени могла бы переехать в Испанию, если хочет, так же, как мужчина. Согласно твоей парадигме, я согласен. То есть они оба принимают решение? Нет, тогда они будут разделены. Если она переезжает в какое-то место, он просто остаётся на месте и никуда не едет. Смотри, если я хочу поехать в Испанию... Хорошо. А он нет, и я решаю остаться дома. Хорошо. Это моё решение. Хорошо. Хорошо. А если он хочет поехать в Испанию, а я хочу остаться дома, и он решает остаться, ты думаешь, что это его решение? Нет, нет, нет. Я не говорю этого. Я говорю в парадигме того, что он тот, кто принимает решение в доме. Он всё равно может согласиться с тобой. Это может быть его решением согласиться с тобой. Я не знаю, почему ты не рассматриваешь сценарий, что мужчина может согласиться с его женщиной. Это может произойти. Но то, что я пытаюсь сказать... То есть мой муж может согласиться со мной? Конечно, может. Но когда есть конфликт, это вопрос. За кем остается последнее слово? Опять же, компромисс. Хорошо. То есть ты идёшь на компромисс с его решением? Нет. Кто идёт на компромисс? Хорошо. Скажем, ты хочешь поехать в Испанию, а он хочет поехать в Марокко. Он хочет поехать в Марокко, а ты хочешь поехать в Испанию. Куда вы поедете? Ну, сначала мы посмотрим на цены. Хорошо. Они одинаковые. Обе цены одинаковые. У каждой страны есть свои преимущества. Послушай, решение должно быть принято, когда возникает разногласие. Ты не можешь жить в мире... Извини. Может, в камень, ножницы, бумагу? Видишь? В этом проблема. Это и есть феминизм. Это равенство. Тогда почему ты не обеспечиваешь? Хорошо. Позволь мне задать тебе вопрос. Давай согласимся. Я ещё не закончила говорить. Извини, продолжай. Давай предположим, что Испания и Марокко одинаковы. Хорошо. И в какую бы страну ты не поехал, ты получишь одинаковое наслаждение. Хорошо. Потому что между ними нет большой разницы. Почему он тот, кто решает, в какую страну нам следует поехать, если они одинаковые? Он не обязан этого делать. Вы ведь не мусульмане. Я говорю тебе, что в нашем мировоззрении мы, мусульмане, верим, что мужчина является главой дома. Ты задала вопрос об исламе, что касается детей в исламе. Вот как мы перешли в эту дискуссию. И теперь мой вопрос к тебе, который я хотел задать. Почему ты не платишь половину счетов? Почему я что? Почему ты не платишь половину счетов? Я могу. Нет-нет, почему ты не делаешь этого? Почему ты ждешь, что он будет обеспечивать? Нет, потому что это то, что он хотел бы делать. Откуда ты знаешь? На данный момент, пока у нас не появятся дети, так и будет. Что если он скажет, что я хотел бы платить 50 на 50? Ты останешься с ним? Да, как только он заберет свои 50 на 50 с детьми. Нет-нет, до детей. Только ты и он. Ты бы осталась с ним и платила 50% за аренду дома и 50% за еду и так далее. Да, если мы завтра переедем, конечно. Нет, как бы, предположим, что я хочу быть футболистом. Я пойду к тебе и попрошу тебя работать, чтобы оплатить половину затрат. Ты сделаешь это? Да-да. Хорошо. Но большинство женщин не стали бы. Большинство женщин ожидают, что мужчина будет обеспечивать. На словах, конечно, они могут утверждать, что они будут платить 50 на 50. Но в ту минуту, когда они это сделают, они потеряют влечение и расстанутся с ним. Потому что, в конце концов, это лишь слова. Я понимаю, что она скажет, что я разделю с собой обеспечение и всё такое. А потом, когда появятся дети, сценарий будет совсем другим. Да, но прямо сейчас мы говорим до детей. Да-да. Извини, я бы так сделала. Хорошо. 99% женщин не будут. И опять же, это личный опыт против общей реальности, верно? В общей реальности женщины не будут этого делать, потому что они ожидают, что мужчина будет добытчиком. Потому что они хотят, чтобы он взял на себя ответственность. Но без всякой власти. Никакой власти нет. По сути, твое мировоззрение таково. Ты обеспечиваешь меня и защищаешь меня. Но мы оба будем в равной позиции принимать решения. Но смотри. Если кто-то придёт и вломится в ваш дом, пойдёшь ли ты в равной позиции сражаться с преступником? Нет. Почему ты смеёшься? Это простой вопрос. Это простой вопрос. Нет, но в то же время, как бы, ты пойдёшь сражаться? Или, скажем, будешь ли ты выходить на работу один день, и он будет выходить один день? Поровну. Но он не испытывал, у него как бы не было месячных, и он не должен сражаться 50 на 50. Хорошо. То есть ты говоришь мне, что мужчины и женщины разные. Я согласен. Поэтому к ним следует относиться по-разному. Потому что у мужчин не бывает месячных. У него нет гормональных изменений в принятии решений на основе менструации. Поэтому он должен принимать решения за семью. Я согласен. Отлично, мы согласны. Нет, я не согласна. Я знаю об этом. Да, 10 минут назад я сказала, что мы согласимся не соглашаться. Смотри, мы можем не соглашаться, но мы должны смотреть на обоснования. Куда нас придут обоснованиям мы можем быть тем. Ты не можешь ожидать, что он будет делать определенные вещи, например, защищать и обеспечивать то, чего ты не делаешь, но в то же время иметь равное принятие решений в конце, потому что у него больше ответственности. Если у тебя будет та же самая власть, это несправедливо. Я согласен со всем, что касается принятия решения, потому что я думаю, что это правильный способ... Нет-нет, ты соглашаешься со всем, что в твоих интересах, потому что обеспечение и защита — это твоя выгода, а не его. Я думаю, что это также в его интересах. То есть перспектива быть убитым грабителем у себя дома или то, что половина его зарплаты достается тебе? Какая в этом выгода? Я чувствую неуважение. Извини, это шутка. Я не проявляю неуважения. Разве? В его словах есть смысл. Да, но каждый раз, когда я пытаюсь сказать ему что-то... Дело в том, что многим женщинам не нравится то, что я говорю, из-за того, что это не согласуется с их мировоззрением, что нормально. Ты можешь иметь своё мировоззрение, ты можешь верить в феминизм, но я просто говорю с исламской точки зрения. В исламе мы говорим, что мужчина несёт ответственность за обеспечение, что является фактом. Он должен заботиться об обеспечении своей жены и своего дома и так далее. Разве это не обесценивает её работу? Жена заботится о домашних делах, а ты работаешь вне дома. Женщина всё равно продолжает работать, тогда как ты работаешь вне дома. Хорошо. Так что это работа на том же уровне, что и работа мужчины вне дома. То есть ты веришь, что женщины должны выполнять домашние обязанности, верно? Это то, что ты говоришь. Нет, если он хочет выполнять домашние обязанности. Нет-нет, но это то, что ты только что говорила. Ты сказала, что жена будет выполнять домашние обязанности. Это не то, что я сказала. Но я сказал, и ты веришь, что мужчина должен обеспечивать и также принимать решения? Да, и женщина будет. Женщина делает ту же самую работу, что и мужчина, но дома. Не будет ли? Она тоже обеспечивает семью. Она оказывает психологическую поддержку семье, она обеспечивает готовку еды. Ты не можешь жить без таких блюд. Да, ты можешь купить ингредиенты, но ты что, просто будешь есть их сырыми? Ты просто будешь есть их неприготовленными? Лично я заказываю доставку. Но я понимаю, что ты говоришь. Так что, слушай, ты лично что? Я заказываю доставку. Да, но... Я понимаю, что ты говоришь. Ты понял, что я имею в виду? Да, я понимаю, что ты говоришь. Когда речь идёт о женщине... Я понимаю, что ты говоришь. Если бы доставки не было, скажем, как во времена Неспослания Корана... Хорошо. Тогда не было заказной еды. Да, но готовить может любой мужчина или женщина, верно? Кстати, лучший повар в мире на самом деле мужчина. Любой может работать, мужчина и женщина. Но когда ты возвращаешься домой... Но я этого не говорил. Но я никогда не говорил, что женщины не могут работать. Ты считаешь, что высказала аргумент? Но я никогда не говорил, что женщины не могут работать. Я сказал, что в отношениях между мужчиной и женщиной у обоих есть роли. У обоих есть права и обязанности. Когда ты говоришь, что у женщины есть роль в домашнем хозяйстве, что они делают то, что ты сказала, я согласен с этим. Я не против этого. «Да, но если...» «Но я ещё не закончил». Я могу сказать то же самое. «Я не пытаюсь быть неуважительным. Ты можешь перебить меня. Продолжай». «Нет, ты продолжай». «Нет, нет, продолжай». Я просто сказал, «Смотри, мы просто разговариваем». Я не пытаюсь опровергнуть то, что ты говоришь, а ты опроверген то, что я говорю. Но ты задала вопрос согласно исламской парадигме. Я говорю, согласно исламской парадигме, у женщины есть роль и у мужчины есть роль. Но что делает роль мужчины важнее, чем роль женщины? Я никогда этого не говорил. Итак, роль женщины в том, чтобы заботиться о домашнем хозяйстве и детях, тогда как муж сражается, работает, обеспечивает и делает все эти вещи. Сказано ли в Коране, что мужчина тот, кто принимает решения? Да, глава 4 Корана, стих 34. Мне нужно это записать. Хорошо. Чтобы просто удостовериться. Нет, конечно, продолжай. Я могу показать тебе прямо сейчас. Это здесь. Нет, мне нужно пойти домой. Да, проверь, когда придешь. Ты можешь погуглить это прямо сейчас. Это займет у тебя минуту, несколько секунд. Просто напиши Коран 4,34, и ты получишь разные переводы. Некоторые из них дадут тебе точную формулировку, что мужчина отвечает за женщин. Кстати, это также говорит христианство. Ты не знал этого? Это то, что говорит христианство. Что именно? Фактически христианство говорит... Я думаю, это первое послание Тимофея. Даже в Новом Завете. Тоже относится к свидетелям Иеговы. Это одно и то же. В Новом Завете? Да, в Тимофея. Там говорится, что... Да, я покажу тебе сейчас. Потому что многие христиане говорят об исламе, но они не знакомы с тем, что говорит христианство. Я покажу тебе сейчас. Конечно. Дай мне секунду. Тимофей? Я думаю, это первое послание Тимофея 2,16. Я думаю. Или 2,12. Что-то такое. Перейдите ко второй главе. Давайте посмотрим, где это. Я просто хочу убедиться, что даю правильную ссылку. Я думаю, это вторая глава. Давайте посмотрим. Это тот стих, о котором ты говорил? Да, да, именно это. Да, послушай Библию. Я прочитаю тебя. Кстати, это его Библия. Ты также можешь проверить ссылку из Корана. Я знаю, но я пытаюсь прочитать это, но... Да, конечно, конечно. Что ты хочешь сделать первым? Нет, это не работает. Я не думаю, что нашла правильную главу. Могу я сделать это для тебя? Конечно. Это 34 глава, а не 24. Извини, я думал, вот оно. Всё в порядке, всё в порядке. Хорошо. Здесь Коран.com. И здесь могут быть разные переводы, верно? Но каждый может переводить по-своему. Нет, нет. Но арабское слово имеет несколько значений. Оно переводится как «защитник». Слово «квам» в арабском языке означает «защитник», «попечитель» и «руководитель». И все они верны. Это слово имеет три значения? Да, именно так. Оно имеет даже больше, чем три значения. Таков арабский язык. Это очень богатый язык. И все значения верны в этом случае. Это не то, что одно значение является проблемой, а другое нет. Я думаю, что кто-то может взять одно значение вместо другого. Но я могу показать тебе слова пророка, который прямо говорит, что женщина должна подчиняться мужу. И что? Что является объяснением аята. Но я просто привожу тебе аят в качестве примера. Это не то, что мы вырываем вещи из контекста или что-то в этом роде. Есть целые разные аяты и главы, которые говорят о том, что женщина должна подчиняться мужу. Итак, это ваша Библия. Я прочитаю здесь. Тимофей 2, 11. «Пусть женщина учится в тишине с полной покорностью, полной покорностью мужу, верно?» «Я не разрешаю женщине учить или брать на себя власть над своим мужчиной, но она должна хранить умолчание». В Коране нет ничего подобного, но это Библия. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Адам не был обманут, но женщина была обманута и стала преступницей. Впрочем, и она будет спасена, рожая детей, если, конечно, будет жить с верой и любовью, свято и разумно». Итак, боль где-то рождения происходит из-за того, что Ева съела от дерева. По сути, это твое наказание. Так что вот Библия, если ты хочешь прочитать. Это его Библия. Кстати, твоя Библия говорит то же самое. Да, то же самое. Подожди, я прочитаю. Это первое послание Тимофея 2 глава. Смотри, некоторые люди приходят к нам спорить об исламе. Хотя в исламе нет подобных слов, как эти, верно? Да-да, так обстояли дела на протяжении всей истории. Но с тех пор, как появился феминизм, появилась эта идея о двух лидерах в семье. Двух лидерах в отношениях. Это не работает. Это просто приводит к конфликтам, верно? Но когда дело доходит до ислама, люди нападают на ислам. Хотя они даже не знают, что в их собственном писании есть что-то более серьёзное. Честно говоря, когда я смотрю на каждую отдельную религию... Да. Это одно и то же. Да-да. Смотри, большинство женщин, и это правда, большинство женщин предпочли бы, чтобы мужчина был лидером в отношениях, верно? Да, большинство. Но сегодня феминизм научил их, особенно молодых женщин, что нет-нет-нет, должно быть равноправья. Все равны. Ты ведь тоже ходишь на работу, и ты тоже должна принимать решения. Ты тоже зарабатываешь деньги, верно? И поэтому начали развиваться подобные убеждения. Но в любом случае, мы мусульмане, мы следуем исламу. Если ты религиозен, ты должен стоять на своих ценностях. Здесь говорится, что я не позволю женщине учить или иметь власть над мужчиной. Да. Но я не верю, что жена должна иметь власть над мужем, так же, как муж иметь власть над женой. Но там этого не сказано. Там говорится, что мужчины должны иметь власть. И в других местах в Библии говорится, я могу тебя найти, если хочешь. Там говорится, сначала идёт Бог, потом мужчина, потом женщина. Таков порядок власти. Нам действительно нужно идти домой. Да, конечно. Это нормально, никаких проблем. Ты можешь найти этот аятискоран, если ты откроешь. Хорошо, могу я проверить ещё раз на твоём телефоне, прежде чем вы уйдёте. Смотри, ты можешь открыть здесь разные переводы и прочитать формулировки разных переводов. И ты также можешь перейти к арабскому слову на этом сайте и посмотреть корень слова. Хорошо? Например, мы идём сюда. Давай вернёмся. Вот, достоверный интернациональный перевод. Хорошо? Здесь говорится, мужчина стоит над женщиной тем, что он является её попечителем и руководителем. Хорошо? Ты идёшь сюда и нажимаешь на слово, и ты можешь найти корень слова, чтобы получить. Попробуем сделать это. Так что, он читает для тебя слово, и он может дать тебе корень и всё такое, верно? Откуда произошло это слово? Но здесь есть разные переводы. Некоторые говорят «защитник», некоторые говорят «попечитель», некоторые говорят «руководитель», а некоторые говорят «ответственный». Всё это. Мужчины, защитники, добытчики, руководители и ответственные. Все эти значения, все эти значения важны. Мужчина должен защищать женщину и должен заботиться о женщине, и в то же время он ответственный из-за того, что он заботится о ней. Если я отвечаю за твою безопасность, конечно, ты должна слушать то, что я говорю. Очевидно, то, что он говорит, важно. Он как бы не говорит, что... Да, но он пытается сказать, что роль мужчины важнее, и тем самым он как бы... Я никогда этого не говорил. Нет, это лишь твоё понимание. Я понял из его слов, что обе роли важны. Но если ты спросишь 10 женщин, как они это воспринимают, они воспримут это так, что обеспечение и защита не важнее, чем лидерство. Вот что я говорю. Это зависит от женщин. Западные женщины или мусульманки. Если я возьму 10 мусульманок, они этого не скажут. Если я возьму 10 западных женщин, которые верят в феминизм, они это скажут. Так что это зависит от мировоззрения. Но я не феминистка, и я не мусульманка. Но я открытая буквально для всех. Хорошо, но дело в том, что если ты скажешь... Ты, конечно, можешь говорить. Или я могу сказать, например, я не феминист, и я не либерал. Но я верю в либеральные ценности. Это не имеет смысла. Может быть, ты не веришь, что ты феминистка. Но это либеральные... Нет, я не верю в это. Ты веришь, что мужчины и женщины имеют равноправие в принятии решений в отношениях? В браке. В отношениях, да. В отношениях и в браке целом. Да. Хорошо. Это и есть позиция феминизма. Так что в основе это феминистская позиция. Это не религиозная позиция. Потому что я показал тебе религиозную позицию в Библии и в Коране. Так что если женщина думает, что мужчины и женщины имеют равные права в принятии решений, это феминизм? Нет, это одно из убеждений феминизма, по сути. Это как сказать только потому, что один человек верит в Иисуса Христа, он мусульманин. Нет-нет, но вся идея феминизма... Ты знаешь, в чём суть движения феминизма? Можешь сказать мне, в чём суть движения феминизма? Ты будешь учить нас о феминизме? Нет, оно о равенстве между мужчинами и женщинами. Это их логотип, равенство. Нет, феминизм – это, если смотреть во всех случаях, это не... Это не равенство? Ну, это зависит... Хорошо. Изначально, когда движение только началось, это была идея равенства. Я не хочу показаться грубой, но нам нужно уходить. Нет-нет, конечно, вы можете идти. Я вас надержу. Я не знаю, как мы дошли до этого. Я просто хотел поговорить с тобой о свидетелях Иегове. Может быть, в другой раз. Хорошо? Благодарю. Без проблем. Ас-саляму алейкум, братья и сёстры. В связи с замедлением YouTube в России и возможной блокировки, подписывайтесь на мои другие платформы Telegram и Boosty, чтобы вы не потеряли нас. Я публикую там видео без рекламы. И они открыты для всех, кто хочет смотреть. Так что подписывайтесь. Иншалла в этом будет польза для вас. Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии. Ссылку я оставлю в описании.